Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы проводим второе заседание Попрошительского совета и поговорим о планах, о приоритетах дальнейшего развития Московского государственного университета. Роль МГУ в истории нашей страны огромна. На протяжении более чем двух с половиной веков он способствовал приумножению культурного, научного, интеллектуального богатства России. Наша страна гордится не только преподавателями и выпускниками Московского университета, хотя это само собой разумеется, но и его благотворителями, его попечителями. Екатерина Дашкова, представительница династии Демидовых, другие выдающиеся люди России содействовали становлению Московского университета, помогали студентам, жертвовали собственные средства, восстанавливали университет после войны 1812 года. Передавали ему в дар свои библиотеки, естественно, научные, художественные коллекции. Создавали университетские музеи, которые сейчас являются достоянием без всякого преувеличения всей страны. Отмечу, что создание попечительского совета МГУ – это дань лучшим отечественным традициям благотворительности и гражданского участия в крупных, нужных для страны проектах. Здесь сегодня присутствуют люди, бесспорно авторитетные, к вам обращаюсь, уважаемые коллеги, главные, искренне убеждённые в том, что именно наука и образование являются важнейшими ресурсами развития страны. И их преумножение – это совместная ответственность государства, общества и бизнеса. Хотел бы поблагодарить всех членов попечительского совета за содействие университету. Это и финансовая поддержка, и содержательные, и конструктивные идеи по подготовке кадров по развитию науки и технологий. Рассчитываю, что роль попечительского совета будет возрастать. И все вы примете самое активное участие в реализации крупных перспективных проектов по развитию Московского государственного университета. Уважаемые коллеги, напомню, пять лет назад была утверждена программа развития МГУ до 2020 года. За это время университет добился качественных успехов и в подготовке кадров, и в укреплении научно-технологической базы. Вопускники МГУ традиционно занимают ведущие позиции в отечественных компаниях, научных институтах. Отмечу, что не менее четверти студентов оканчивают университет с отличием. Не ошибаюсь, Виктор Антонович. Это очень хороший показатель, конечно. Созданы новые факультеты, которые готовят специалистов по перспективным направлениям. Большая работа ведется по поиску и поддержке талантливых, одаренных детей. Серьезное развитие получили междисциплинарные исследования. Значительные шаги сделаны по таким передовым направлениям, как медицина, био- и нанотехнологии, которые во многом будут определять лидерство государств на новом этапе технологического развития. Отмечу заметный рост авторитета, престижа МГУ не только в нашей стране, но и за рубежом. Надо, безусловно, продолжать идти вперёд, укреплять свои позиции. Потенциал у МГУ для этого, безусловно, есть. Очень большой потенциал. Давайте вместе подумаем, какая дополнительная поддержка нужна Московскому университету в реализации программы развития. Напомню, что уже принято решение о расширении научной и образовательной инфраструктуры МГУ. Подробно обсуждали этот вопрос на первом заседании попечительского совета. По сути, в университете должен быть сформирован многопрофильный комплекс нового поколения. Здесь на одной площадке должны быть созданы лаборатории, где будут проводиться фундаментальные исследования и эксперименты. Центры внедрения инновационных разработок и опытные производства по приоритетным направлениям научно-технологического развития нашей страны. Идея заключается в том, чтобы наука и бизнес действовали в единой связке, чтобы компании могли использовать образовательные и научные возможности Московского государственного университета, а исследователи внедрять свои разработки в реальное производство. Если сказать по-простому, чтобы наши компании, которые заинтересованы в новейших технологиях и разработках, приобретали их здесь, в России, пользовались нашей научно-производственной интеллектуальной базой и нашим потенциалом. Далее. Убеждён, что МГУ должен и дальше укреплять сотрудничество с ведущими научными институтами страны и лучшими зарубежными исследовательскими центрами, привлекать к совместной работе учёных мирового класса и мирового уровня. И, конечно, важнейшее значение имеет деятельность МГУ по распространению научного опыта и знаний, обеспечению нашего гуманитарного влияния на постсоветском пространстве, да и вообще в мире. Хотел бы особо поблагодарить преподавательский корпус студентов филиала МГУ в Севастополе за верность традициям Отечественной высшей школы, за вклад в сохранение исторических, культурных, образовательных связей России и Крыма. Уважаемые коллеги, хотел бы отдельно остановиться также на вопросах дальнейшего развития науки и образования. В непростых для нас 2000-2009 годах было принято принципиальное решение инвестировать значительные ресурсы в науку и высшую школу. Обращаю ваше внимание, это было сделано в условиях экономического кризиса и в условиях ограниченных бюджетных возможностей. По сути, было принято решение вкладывать деньги в будущее страны, в её долгосрочные приоритеты. За прошедшее время уже произошли серьёзные качественные изменения. Реализованы программы развития лучших университетов, предложены новые инструменты финансирования сильных научных коллективов, значительно возросло число молодых учёных и специалистов. Сегодня эти заделы уже помогают нам в создании новых производств и технологий, в организации импортозамещения, там, где это обосновано и необходимо, в обновлении промышленности, включая и оборонную сферу. Важно не распылять, конечно, при этом, не размазывать финансовые ресурсы, а сконцентрировать наши усилия на ключевых для страны направлениях. Выбор таких приоритетов должен строиться на абсолютно понятных принципах, принципах с участием государства, научного сообщества и бизнеса. Давайте тоже затронем эти вопросы и на Совете по науке и образованию, который состоится в конце июня текущего года. Продолжение следует...